Картины снаружи, картины внутри. В областном выставочном зале сегодня целый день суета. Машины с колстами и скульптурами подъезжают одна за другой. Самое ценное упаковано в коробки и завернуто в фуфайки. Везде упаковали очень аккуратно, хорошо везли. Правда, снег пошел, боялись, что вдруг там скользко будет. Ну, шофер у нас хороший, поэтому довезли. Все ничего не разбили, не стекло, ничего. Все хорошо довезли. Только из одного Курска привезли больше 200 работ, а в выставке участвуют 29 регионов. Такого художественного размаха в Липецке не было уже 10 лет. Чтобы просмотреть все и выбрать лучшее, уйдут три дня. Жаров Дмитрий Владимирович, 79-й год рождения. Работа «Апельсин» и «Апельсины». Быть или не быть этим работом в экспозиции решает выставочный комитет. В него вошли лучшие художники Черноземья. Несколько секунд на оценку произведения и сразу же голосование. Лучшие работы выбираются большинством. Тут критерия один – качество, чтобы это было интересно, чтобы это называлось искусством, только и всего. После отбора все работы сразу развозят. В Липецке откроют четыре площадки с экспонатами. В Музее народного и декоративно-прикладного искусства пока все разгружают и оставляют на складе. Чтобы принять 11-ю межрегиональную художественную выставку, придется потесниться. Мы будем использовать два зала нашего музея. Мы оставляем только постоянную экспозицию. Все остальные помещения будут задействованы под выставку. Для столь масштабного проекта и повод оказался значительный. Эту выставку решили приурочить к 60-летию Липецкой области. Ее открытие намечено на 13 декабря. В этот день работы лучших художников Черноземья можно будет увидеть в Липецке, Чеплыгине, Лебедяне и Ельце. Светлана Федоренко, Олег Писарев, ТВК Новости. Светлана Федоренко, Олег Писарев, ТВК Новости.